10 дней в месяц Бывали такие дни, когда нельзя было выходить со двора. В месяц таких было порядка десяти. Распознать такие дни мне лично было непросто, но взрослые угадывали их по каким-то своим взрослым признакам. В такие дни жизнь текла своим чередом. Все веселились, громко болтали, играли в игры. Дедушка с папой доставали шахматы, шашки, лото, карты, включали концерты по телевизору. Мама с бабушкой готовили особенно вкусные блюда, и мы ели во дворе, под большим черешневым деревом. Но было во всей этой праздничности что-то напускное, напряженное. Бабушка с мамой ходили бледные, с натянутыми улыбками. Они говорили о хорошем, но глаза у них бегали. Папа с дедушкой старались шутить, но все шутки были неловкими и не смешными. Когда им нужно было в такие дни выехать со двора на машине, а это был единственный безопасный способ выбраться наружу в это время, они готовились к этому долго, хмуро и как-то печально. Меня печалило то, что я целые десять дней не увижу своих друзей. Я даже пытался как-то ослушаться правил и тайком выйти со двора. Владик ведь живет по соседству. Две минуты от его калитки до моей. Что может случиться? Выйти из двора я не успел. Меня вовремя успела увидеть мама, а папа задал мне хорошего ремня за это. Это был единственный раз в жизни, когда меня били. Больше я не испытывал судьбу и развлекал себя всем, что было в радиусе нашего двора от огорода и до калитки. Почему нельзя было выходить? Ребенком я этого не знал. А после порки и спрашивать особо не хотелось. Но из родительских разговоров полголоса на кухне я понимал, что там на улице кто-то есть. И это не обычные для сельской местности собаки и волки, а кто-то другой. С десяти лет забор и калитка тоже стали запретной зоной для меня. И ремень тут ни при чем. В этот момент мой мяч укатился к калитке, и я побежал за ним. Я помнил, что сейчас как раз нельзя выходить со двора. Но я ведь и не собирался этого делать. Мне нужно было просто забрать откатившийся к забору мяч. Да и день был такой погожий, птицы пели, солнце светило. Так что о плохом вообще как-то не думалось. Я подбежал к забору, схватил притаившийся у калитки мяч и уже собирался дать дёру обратно вглубь двора. Как увидел, что сразу за забором стоит девочка в повязанном под подбородком платочке. Из-под лобья смотрит на меня. Меня так ошарашил её злобный пристальный взгляд, что я замер на месте. Удивляюсь даже не тому, что она вышла со своего двора на улицу в такой день. И не тому, что она почему-то стоит у нас за забором и заглядывает к нам во двор. А странные для ребёнка ненависти в её глазах. И чем дольше я на неё смотрел, тем уродливее мне казалось её лицо. И я понял, что это и не девочка вовсе. А какая-то маленькая, меньше меня десятилетнего ростом мерзкая старушонка. «Саша, что такое?» – крикнула выглянувшая из окна мама. Я вышел из оцепенения, круто развернулся и побежал в дом, прижимая к себе мяч. На бегу я успел увидеть, что мама пристально и напряжённо смотрит на калитку. Когда я вбежал в родительскую комнату, она всё ещё стояла у окна. Я кинулся к ней в объятия и затараторил. «Там была какая-то странная бабка! Она заглядывала к нам во двор!» «О чём ты, Саша? Тебе показалось?» Ласково ответила мама и поцеловала меня, прижимая к себе. Но я слышал, как сильно бьётся её сердце. И помнил, как она смотрела на калитку, когда я убегал. И понял, что она всё видела. После этого случая ничего подобного долго не случалось. Но на протяжении 10 дней, каждый месяц я всё равно избегал подходить к калитке. И вообще, старался играть только на пятачке посреди двора. Довольно быстро я заметил, что все мои родные делают то же самое. Не рвут яблоки и груши на тех деревьях, что растут у забора. Не обрезают растущие у калитки розы и виноград. Вернее, они этим занимались. Но только когда истекали положенные 10 дней. И можно было снова беспрепятственно ходить по улицам и играть везде, где только вздумается. Таким образом, две трети месяца жизни текли своим чередом. Мы ходили в школу, гуляли на улицах, рыбачили на речке, собирали грибы в лесу. А ещё треть сидели безвылазно в своих дворах. Только те, кто имел в распоряжении машины, могли выехать со двора. Пока ты в машине, тебе ничего не грозит. Но когда в такие дни я просился с папой и дедушкой поехать куда-то, они хмуро отнекивались и говорили, что я могу насмотреться всякого. Что именно всякого я понял в 14. Обычно в эти 10 дней мама и бабушка не выходили со двора, но спокойно работали в огороде, к этому самому двору прилегающим. Потом они и от этого отказались. Случилось это после того, как мы увидели там бабку. Мы тогда ужинали во дворе, когда я услышал какие-то странные звуки. Словно кошка пытается отрыгнуть кому к шерсти. И увидел, как все смотрят куда-то мне за спину, квадратными глазами. Я обернулся и увидел, что по нашему огороду идет согнутая напополам бабка. И вся вздрагивает, будто пытается сдержать рвотные позывы. Пройдя еще пару шагов, она резко уперлась руками в колени. И ее стошнило собственными кишками прямо на нашу клубнику. Выблевав метра два своего кишечника, она задрала юбки, присела над грядкой и из нее вылезла еще часть кишок. После этого она встала, отряхнулась и медленно похромала дальше. Мы никогда не обсуждали в семье это происшествие. Избегали этого, как чего-то неприличного. Были еще некоторые случаи. Например, я помню, как мы засиделись во дворе аж до темноты. И тут в калитку начали громко стучать. Обернувшись, я увидел, что за забором стоят несколько людей с бледными лицами. Все невысокие. Было слишком темно, чтобы разглядеть подробно. Но я видел, что один из них просунул голову между щелями забора и улыбается. Просто не смотри на них. Они сами не могут войти. Объяснила мне мама. И все вернулись к смеху и беседе. Но я потом еще несколько раз украткой смотрел в ту сторону. И все эти люди по-прежнему были там. А лезли на забор, крутили ручку, улыбались мне. Еще было дело тем же летом, только уже в июле. Я собирал абрикосы во дворе, когда услышал, что меня кто-то зовет. Обернувшись на зов, я увидел, что за калиткой стоит Антон. Парень на три года старший, с соседней улицы. «Саш, выходи гулять!» Мне это показалось странным. Мы общались с ним, но особо не дружили и пересекались только в больших компаниях. «Так сейчас вроде нельзя на улицу!» Осторожно сказал я. «Да тут никого нет! Я все эти дни гуляю, никого не видел! Пошли к Ярославу в компьютер играть!» Ярослав был единственным мальчиком в селе, у которого был компьютер. И я неохотно подошел к калитке. С одной стороны, мне не хотелось ослушаться родителей. Кто знает, что могло случиться на улицах в эти дни. С другой, мне не хотелось в грязь лицом ударить перед взрослым пацаном. Антон одобряюще улыбнулся, и я увидел, что зубы у него какие-то маленькие и растут неровно. Один поверх другого, и как будто в три ряда. И глаза вроде антоновские, черные, но косят как-то странно. Словно чуть в разные стороны смотрят. Я остановился. Я стоял уже достаточно близко, чтобы увидеть, что это кто-то похожий на Антона. Но совсем не он. «Что?» Все так же, улыбаясь, спросил Антон. И голос у него какой-то другой. Не его совсем. Я развернулся и бросился домой. Обернувшись, увидел, что он не ушел и наблюдает за мной. Все с той же странной улыбкой. Еще совсем непонятный случай. Я знал, что если ты в машине, бояться нечего. Особенно, если ты машиной заезжаешь сразу во двор, а потом быстро закрываешь калитку. Но это не уберегало от того, что можно было увидеть в окно. В тот день нам нужно было срочно в город, и мы поехали. Я, папа и дедушка. Когда уже вернувшись, подъезжали к дому, я увидел, что по нашему двору идет какой-то мальчик. Выходит через открытую почему-то калитку на улицу и идет по направлению к нам. Причем спиной вперед. Мы остановились. Мальчик прошел мимо нас. Я обернулся и увидел, что это я сам иду. Широко улыбающийся и в одежде, которой у меня сроду не было. Папа и дедушка ничего не увидели. Или сделали вид, что не увидели. Когда мы вышли из машины, я снова обернулся и увидел, что мальчик все так же спиной вперед отдаляется от нас и улыбается. Причем смотрит прямо на меня. Калитка оказалась заперта. И когда я потом спросил у мамы, не видела ли она кого-то у нас во дворе, она удивилась и ответила, что нет. Не только своего двойника я видел. Сидел однажды дома, жара была страшная. Все домочадцы разбрелись по комнатам вздремнуть после обеда. Только бабушка на кухне посуду мыла, и я телевизор смотрел. И услышал я какое-то странное цоканье из окна. Будто языком человек цокает. Выглянул, а во дворе на лавке дед мой лежит. Рукой лицо от солнца закрыл, дремает. Поворачиваю голову. Вот же дед храпит в своей комнате. Через открытую дверь его хорошо видно. Смотрю в окно, и там дед лежит. Пошел на кухне бабушке рассказал. Она испугалась, заголосила. Началось опять, началось. А я их забыла. Все бросила и побежала все окна двери в доме закрывать. Вообще у нас принято было как раз по этой причине закрывать всегда ворота во дворы. Даже если давно ничего странного не происходило. Потому что те странные люди, которые иногда бродили по улицам, не могли почему-то отворить даже самую элементарную, без крючка и щеколды калитку. Но если она была открыта, легко могли войти во двор. Именно к этому они, как правило, и стремились. Еще были попытки выманить меня из дома. Например, один раз Владик позвонил нам на домашний и позвал меня гулять. Я сказал, что сейчас по улицам лучше не ходить. Тогда он сказал, давай я к тебе приду, посмотрим телек у тебя дома. Выходи, я уже подхожу. И действительно, положив трубку и выйдя на порог, я увидел, что Владик уже стоит за калиткой. В голове мелькнуло, как он так быстро дошел. И я остановился. Ну что, долго еще? Крикнул он. Так заходи, чего встал? Громко ответил я. А ты калитку открой мне сначала. Толкни ее и войди, в чем проблема? Тебе что, сложно открыть калитку? Заорал Владик. У вас тут ваша задвижка конченная заела, ты понимаешь это или нет? У меня не получается войти. Я развернулся и молча вошел обратно в дом. На нашей калитке не было никаких задвижек. После этого мне еще несколько раз звонил и Ярослав, и Владик, пытаясь выманить на улицу. Во время нехороших дней. Но все они обламывались через тест с калиткой. Хотя обычно с легкостью заходили ко мне во двор. Со временем стали хитрее. Звали по телефону к себе в гости. А когда я отказывался приходить, злились и осыпали меня отбурными ругательствами. Я не волновался по этому поводу. Мои настоящие друзья получали такие же звонки, якобы от меня. И ложный я так же не мог зайти к ним во двор. Странные случаи чаще случались в теплое время года. А может просто я так запомнил. Только один случай помню, произошедший зимой. Мы завтракали на кухне, когда услышали чьи-то шархающие шаги во дворе и громкий хриплый кашель. Кто-то пришёл, сказала мама и встала из-за стола. Подошла к кухонному окну, откуда хорошо просматривался двор. Тут же ойкнула, побледнела и быстро задёрнула шторы. Я забыл закрыть калитку! Сообразил папа. Все повскакивали с места и начали задёргивать шторы на всех окнах в доме. В тот день никто не пошёл на работу, а меня не пустили в школу. И мы в течение суток сидели перед телевизором, заглушающим шаги, кашель, стук в двери и окна, которые, к слову, находились гораздо выше человеческого роста, потому что под нашим домом стоял гараж. На следующее утро всё прекратилось. Что могло случиться, если дать себя выманить из дома или двора, либо встретить кого-то из этих странных людей на улице? Я точно не знал, но не раз слышал трагедию, которая произошла с девушкой из нашего села. Звали её то ли Оля, то ли Юля. Она жила когда-то на соседней улице. Она гуляла с ребёнком и что-то такое увидела, что убежала в страхе, бросив младенца в коляске. Прибежала домой всё в слезах, муж, родители и соседи тут же собрались всё вместе и двинулись на то место, где она оставила малыша, но нашли только пустую коляску. Когда поиски ребёнка не увенчались успехом, эта семья бросила свой дом и уехала из села. Что же такое она увидела, что испугалась и сбежала, бросив своего малыша? Родители отказались говорить. Вообще, мне ничего не рассказывали по этому поводу. Единственное, что я понимал из подслушанных разговоров, все эти странные люди приходят из балки, которая начинается сразу за нашей улицей. Если видишь, что из балки валит чёрный дым или кажется тебе, будто там горят и падают деревья, значит, скоро опять начнут ходить. Пора закрываться во дворах. А держать калитку открытой вообще нельзя было никогда, даже если давно ничего странного не происходило. Как-то я был дома, позвонила нам соседка на домашний и спросила, «Саш, а у вас что, калитка не закрыта?» «Не знаю», — ответил я. «А что?» «Да мы тут с твоей мамой сидим, чай пьём на кухне, а какая-то женщина на неё, похожая, у вас по двору ходит». Я выглянул из окна и увидел, что действительно моя мама ходит по двору в какой-то странной, грязной, будто с бомжа снятой кофте. Иногда она останавливалась, наклонялась и начинала что-то рыть в земле руками. И тут же в трубке зазвучал мамин голос. «Сыночка, ты главное двери закрой все и не открывай, если будет стучать, она сама уйдёт». Не могу сказать, что меня очень пугало происходящее. Бывало и такое, что в те дни, когда выходить со двора нельзя было, я специально сидел на подоконнике, ожидая увидеть в окно что-нибудь эдакое. Часто мне удавалось увидеть идущих по улице маму или бабушку с дедушкой. При этом я слышал их голоса из соседней комнаты и знал, что они дома. Иногда удавалось увидеть, как на нашем или соседском огороде работают наши родственники, живущие в другом населённом пункте, и которых по определению тут быть не могло. Однажды я увидел себя самого, стучащего в калитку и зовущего маму, чтобы она впустила меня во двор. Но чаще всего я видел пожары в балке, которых, как мне объяснила мама, на самом деле не было. Я видел чёрный дым и языки пламени вдалеке, но понимал, что на самом деле их нет. И это было удивительное чувство. Ещё я видел чёрную Волгу, которая ездила по улицам, но чаще по балке. Когда она проезжала рядом с нашим домом, я мог увидеть, что в ней никого нет. Бабушка однажды проговорилась, что при союзе в балку на какой-то чёрной Волге приехали отдыхать городские. Напились и устроили пожар. Часть леса выгорела, а люди и животные погибли. С тех пор балка и горит периодически, и машина эта по селу ездит. С этой Волгой и связан тот случай, после которого родители твёрдо решили уехать. Тогда давненько ничего странного не происходило. Дети беспрепятственно играли на улицах. Мы с Владиком и Ярославом даже ходили в ту самую балку, но ничего интересного там не обнаружили. Многие думали, что всё закончилось. А потом резко появилась та самая чёрная Волга. Без водителя. Въехала на полной скорости в играющую компанию ребятишек, сбила двух маленьких мальчиков и исчезла. Если до этого люди как-то терпели происходящее, не желая бросать насиженные места, то смерть детей стала последней каплей. Моя мама к тому моменту уже родила мне маленького братика, и было решено сменить место жительства ради безопасности малыша. Правда, на это ушёл не один год, и нам ещё долго действовали на нервы, сбитые Волгой мальчики, гуляющие по улицам после своих похорон и зовущие моего братика выйти погулять. Но в конце концов нам удалось покинуть это место. Могу сказать, что описанные происшествия не отразились на моей психике. В 17 лет благодаря некоторым льготам и собственной неплохой учёбе я смог поступить на бюджет в ВУЗ, благодаря чему мне выдали комнату в городском общежитии. Отец со временем смог найти неплохую работу в том же городе, так что родители и братик вскоре последовали моему примеру. Дедушки, к сожалению, уже нет в живых, но по словам бабушки это практически не ощущается. Она по-прежнему иногда видит его спящим во дворе или видит из окна идущим по улице, поэтому ей не одиноко. Ночёвка в заброшенной деревне Крайняя остановка в нашем турпоходе – заброшенная деревня. Сейчас тут никто не живёт. Последний житель покинул деревню лет 10 назад. По крайней мере, так написано в интернете. Днём мы подошли к деревне и планировали переночевать прямо тут. Проходя по центральной улице, мы рассматривали старые деревянные дома. В некоторых были заколочены окна и двери, а в некоторых открытые настежь словно уезжали в попыхах, забыв за собой запереть. Повернув за угол, мы даже немного испугались. Там стояла старенькая бабушка. Она нисколько не удивилась, увидев нас, просто злобно и хмуро на нас смотрела. «Здравствуйте, меня зовут Катя», – начала я разговор. «А это мои подруги, Ира и Оксана. Мы думали, что эта деревня пустует. Вы тут живёте?» «Да, я тут живу». Бабушка, видимо, ждала от нас объяснений, что мы тут делаем. «Мы с девчонками путешествуем по нашей области», – стала рассказывать Оксана. «Эта деревенька – последняя остановка. Планировали тут заночевать. Мы можем остановиться в одном из заброшенных домов?» Бабушка закивала головой. «Нас в деревне несколько живёт. Старики все, так что выбирайте любой пустой дом и ночуйте. Воду, если нужно, можете у меня в колодце брать. Спасибо, до свидания». Я даже была рада, что в деревне мы будем не одни. Странное дело. Ночью в лесной глуши не так страшно, как в опустяше деревне. «Девочки, как стемнеет, на улицу не выходите!» Бабушка пригрозила нам пальцем. «Почему?» Хором спросили мы. «Жить хотите?» Вопросом на вопрос ответила нам бабушка и пошла в свой дом. Приглянувшись, мы с девчонками пошли выбирать место для ночёвки. На краю деревеньки стоял добротный деревянный дом. Нам повезло. Двери и окна не были заколочены. Мы достаточно быстро расположились. В просторной комнате разложили спальные мешки, быстро приготовили ужин, а как стало смеркаться, не сговариваясь, зашли в дом. На наше счастье, на двери был крепкий засов. «Ну что, девчонки, пока совсем не стемнело, может в картишке?» – предложила Ира. Мы увлеклись игрой и не заметили, как пролетело несколько часов. «Девчонки, у меня на улице книга осталась!» – спохватилась Оксана. «Сейчас вернусь, а потом давайте ложиться. Завтра ранний подъём!» «Оксана, бабка же сказала не выходить на улицу, как стемнеет!» «Завтра заберёшь, всё равно спать сейчас будем!» «Катюха, всё нормально! Я очень быстро!» Оксана выбежала за дверь и вернулась буквально через минуту. «Девчонки, там на улице, на дороге стоит ребёнок!» Голос Оксаны немного дрожал. «Что будем делать?» Мы с Ирой подбежали к окну, и действительно, на дороге стояла маленькая девочка спиной к нам. Бледная луна хорошо её освещала. Бабка же сказала, что тут одни старики живут. Оксана была удивлена. «Может, девочке помощь нужна?» Мы наблюдали из окна за ребёнком. Девочка стояла, не двигаясь. «Мне страшно!» Прошептала я. «Давайте лучше отойдём от окна и ляжем спать!» «Я спрошу у неё, вдруг она в беде!» Оксана резко рванула входную дверь на себя. Мы с Ирой даже не успели опомниться. Оксана подошла к девочке, склонилась над ней, видимо, спрашивает о чём-то. Постояв так совсем недолго, она вернулась к нам. Говорит, «Отойди от меня!» Больше ни на какие вопросы не ответила. «Я думаю, это чья-то внучка на лето приехала!» «Увидела нас и решила испугать!» «Пойдёмте спать, девочки!» Оксана закрыла дверь на засов и забралась в спальник. Мы с Ирой последовали за Оксаной, а как только улеглись, то услышали приглушённый детский голос. Девочка что-то говорила прямо за нашей дверью. «Я сейчас встану и отведу тебя домой за руку!» «Всё твоей бабушке расскажу!» Крикнула Оксана. Девочка сразу замолчала. Оксана, довольная своими воспитательными манёврами, повернулась к нам. «Всё, отбой!» «Завтра рано вставать!» Проснулись мы среди ночи от стука в дверь. «Кто это может быть?» Зашипела Ира. «Это опять та девчонка!» Ира подползла на четвереньках к окну и слегка высунулась. «Девочки, перед дверью стоит мужчина какой-то!» Зашипела Ира. «Что делать?» «Вы девочку тут не видели случайно?» Мужчина задал вопрос через дверь. Она ушла. Уверена и громко сказала Оксана и немного помолчав добавила. «Нам вставать через несколько часов! Не беспокойте нас!» Мужчина продолжил стоять перед дверью. Оксана подошла к своему рюкзаку и достала оттуда газовый баллончик. «Что ты делаешь?» Ира округлила глаза. «Я сейчас все доходчиво объясню жителям деревни!» Оксана включила фонарь, отодвинула засов и открыла дверь. Направив фонарь прямо на лицо мужчине, Оксана сказала, «Я же просила нас не беспокоить!» «Девчонка была тут, но ушла!» «Я пригрозила ей, что отведу ее домой и все расскажу бабушке!» «Мы с Ирой, замерев от страха, разглядывали мужчину!» «Обычный такой деревенский!» «Но что-то в его внешности было не так!» «Что-то неуловимое, но значимое!» «Я никак не могла понять!» «Посмотри на его зрачки!» «Еле слышно прошептала Ира!» «Зрачки мужчины были огромные!» «Они занимали почти всю радужку!» «И это при том, что Оксана прямо в лицо светила ему фонариком!» «Крик застыл у меня в горле!» «Я с ужасом ожидала какую-то реакцию мужчины!» «Но он просто повернулся и ушел!» Оксана резко захлопнула дверь и закрыла засов. «Оксана, ты видела его зрачки?» Ира, крепко схватив меня за руку, тряслась всем телом. «Нет, девчонки, сейчас час ночи!» «Нам вставать через четыре с половиной часа!» «Потом идти весь день, чтобы на электричку успеть!» «Давайте не будем засматриваться на деревенских мужиков с детьми!» «А просто ляжем спать!» Оксана залезла в свой спальник, а баллончик положила рядом. Мы с Ирой все еще не могли прийти в себя после визита странного мужчины, но послушно легли в спальнике. Я долго лежала с закрытыми глазами, но уснуть никак не могла. И тут я услышала шорох. Резко подняв и открыв глаза, я увидела в окне женское лицо. «Девчонки!» Громко сказала я. Ира с Оксаной проснулись и так же, как и я, уставились в окно. Женщина в окне просто открывала рот, словно рыба, оказавшаяся на берегу. Ира, закрыв лицо руками, тихо заплакала. Даже бойкая Оксана струсила. Мы наблюдали, как женщина ловит ртом воздух. Спустя минуту Оксана взяла в одну руку баллончик, в другую фонарь, встала и молча направилась к двери. В этот момент незнакомая женщина скрылась из нашего поля зрения. «Оксана, пожалуйста, не ходи туда!» Тут уже заплакала я. «Давай останемся в доме, тут безопаснее!» Оксана, казалось, не слышала меня. Она очень разозлилась и намеревалась поговорить с назойливыми деревенскими жителями. Выйдя на улицу, Оксана громко крикнула. «Вам, уважаемые, скучно ночью живется?» Она светила фонарем во все стороны. На улице была пуста. Заметив что-то, Оксана завернула за дом. «Ира, мы должны пойти за ней!» Я пыталась унять дрожь. Я взяла подругу за руку, и мы осторожно вышли на улицу. Саму Оксану было не видно, только свет от фонарика. Вдруг мы услышали ее крик. За домом прямо на земле сидела Оксана. Над ней стояла та самая женщина. Она размахивала руками в разные стороны и открывала рот. «Девчонки, пожалуйста, дайте мне руку!» Оксана тихонько поползла к нам. Женщина осталась на том же месте. Я крепко схватила подругу за руку, и мы побежали в дом. «Это не живой человек!» «Я видела ее так близко!» «Это не человек!» Бормотала Оксана. Периодически на улице мы слышали обрывки разговоров, шаги, но продолжали сидеть на полу. Когда на улице начало светать, Оксана встала и начала собирать наши вещи. С первыми лучами солнца мы вышли из дома. На улице уже стояла бабушка, которую мы встретили на входе в деревню. «Живые!» Бабушка всплеснула руками. «Я же сказала вам, чтобы не выходили из дома после захода солнца!» «Кто это был?» Спросила Оксана. Бабушка кивнула в сторону нашего дома. «Соседи ваши!» «Мы обернулись, ничего не понимая, но за домом в густых зарослях шиповника я заметила кое-что. «Надгробие!»» скрикнула Ира. «За домом, где мы ночевали, было кладбище. Его так сразу и не увидишь. Высокая трава, кусты и молодые деревья надежно его скрывали. Эта чертовщина началась, когда наш священник уехал из деревни. Оперевшись на низенький забор, бабка грустно вздохнула. Не знаю, может он нас оберегал. Только после его отъезда по ночам тут странные вещи происходят. Сами всё видели. Ну и люди потихоньку стали уезжать. А те, кто остался, как-то приспособились. Мы слушали бабушку, раскрыв рты. А почему вы нам раньше об этом не рассказали? Оксана даже разозлилась. А ты бы мне поверила? Бабушка поправила платок на голове. Идите, девчонки. У меня дел много. До темна надо всё успеть. Покидая деревню, мы молчали. Не знаю, о чём думали девчонки, но я решила завязать с турпоходами. Ну что ж, друзья. Всем большое спасибо, кто дослушал данную историю до конца. Не забывайте писать комментарии в поддержку канала, а я с вами не прощаюсь. Как всегда, услышимся и увидимся в следующей истории. Знаки. Это последняя моя запись в дневнике. Знаете, если вы это читаете, значит меня давно уже нет в живых. Я обычный инженер, живущий со своей женой в съёмной однушке. Детей нет, да и не планировали, пока не станем на ноги. Всё по советским стандартам наших родителей. Жена работает фельдшером в местной больнице. Платят копейки, конечно, но куда деваться. Отработав очередной рутинный день у порога, меня встречала жена с радостными объятиями и воплями. Танцуй, Серёжа, тебе письмо пришло от твоей бабушки Лиды. Марина весело улыбалась во все свои 32 зуба и, размахивая вверх, поднятая рукой с конвертом, пританцовывала. От какой ещё бабушки Лиды? Сказал я, не понимая, о ком идёт речь. Ну ты даёшь, сам мне про неё рассказывал. Говорил, что она с прибабахом. Забыл, что ли? А-а-а. Протянул я, вздрогнув от воспоминаний. Ага, держи и читай с выражением. Марина торжественно вручила мне конверт с письмом, явно уже прочитанным до меня. Не зря же она так радостно отплясывала на пороге, не дав мне даже снять с себя верхнюю одежду. Взяв в руки письмо, раскрыв большой лист, на котором от руки было накорябано, как курица лапой, несколько строк, я стал читать вслух, как тому предвещала Марина. Дорогой внуча, пишет тебе твоя любимая бабка Лида из села Вязь. Не буду долго томить и перейду к сути. Пишу тебе вот зачем. Я уже себе давно землянку прикупила на кладбище. Да и чую, костлявая по пятам уже ходит за мною. Так что приезжай, внуча, поскорее. Буду передавать тебе своё наследство. Почерк бабки было трудно разобрать. Но вполне реально. После прочитанного мои ноги стали будто ватными, и из-под ног стала уходить земля. Присев на стул, который оказался каким-то чудом под моей пятой точкой, благодаря Марине, я пытался прийти в себя, чтобы ещё больше не напугать жену. «Серёжа, что случилось? С тобой всё в порядке?» Ворковала Марина надо мной. «Да, да, всё хорошо. Просто голова закружилась. Наверное, давление опять подскочило». «Ну, сколько можно тебе говорить? Бросай ты свои сигареты! А ты ведь как упрёшься, да и назло курить ведь будешь!» С обеспокоенности Марина перешла в так называемую атаку, дабы не упустить шанс укорить меня в курении. Спустя несколько минут моё сознание начало приходить в привычное состояние. Руки автоматически потянулись в карман за пачкой, но тут же отдёрнулись, будто им приказала Марина. «Ну что, Серёжа, когда поедем к твоей бабуле? А то уйдёт на тот свет и не оставит тебе ничего. Всё твои братья раздербанят!» Глядя на Марину, я понимал, что деньги одурманят её разум, ведь бабушка Лида была зажиточной женщиной, и о её схоронённом золоте и старинных иконах давно местные шепчутся, но никто его так и не видел. Да и бабка рассказывать о своём добре не любила, однако все всё знали. Не зря говорят, деревня, любые перешёптывания разлетаются вмиг. В тот день Марина не давала мне покоя, с намёком на то, что нужно как можно скорее ехать в вязь, а я сидел и не понимал, зачем эта старая сумасшедшая бабка решила отдать всё наследство именно мне. Вспоминать о детстве и о поездках на летние каникулы в вязь мне никак не хотелось, ведь при любом упоминании этого странного местечка меня бросало то в жар, то в холод. Не устояв под напором жены, я всё же согласился поехать завтра с самого утра, ведь если я начну отнекиваться, Марина тут же закатит истерику, как девятилетняя девочка, которой мама не разрешила взять с полки пачку чипсов или любую другую сладость. Да, приходится потакать жене, ведь я не могу потерять её, так как она единственный родной человек, который остался у меня в этом мире. Родители разбились на машине, когда мне было 13, и все пять оставшихся лет до совершеннолетия меня растила приёмная семья. Проснувшись в 7.30 как по будильнику, я нехотя встал с кровати. Марина, как умалишённая, летала по квартире, собираясь в дальнюю поездку. Серёжа, давай вставай быстрее, я не хочу искать потёмках дорогу в деревню к твоей бабушке. А ведь она права, навигатор не показывал дорогу прямо до этого села, придётся ехать наугад добрые 10, а то и 15 километров. Перекусив бутербродом, который дожёвывал на ходу, я начал собираться в дорогу. Через пару минут после всех организационных моментов мы с женой стояли в полном обмундировании и готовые выдвигаться. Может, присядем на дорожку, сказал я, не веря своим словам. Странный ты какой-то сегодня, Серёжа. То соль рассыпешь и тут же за голову хватаешься, сахаром скорее посыпаешь, палец вон себе чуть не отрезал, так яро колбасу на бутерброд нарезал. Ты ведь никогда не верил в приметы, с тобой всё в порядке. И вправду какой-то я рассеянный что ли. Да, протянул я неуверенно. Всё в порядке, просто не выспался, наверное. Выходя из подъезда, мы чуть ли не столкнулись лоб в лоб с пожилым мужчиной. Его безумную улыбку освещали гнилые зубы, словно их поели черви. Глаза странного мужчины смотрели прямо на меня, словно пытаясь просверлить во мне дыру. В тот момент моё сердце от неожиданной встречи казалось замерло на мгновение, а ком в горле не давал мне вздохнуть. Ты куда прёшь? Ты нас чуть не сбил! Возмущалась недовольная Марина. Марина, тише, мы тоже виноваты, что вылетели из подъезда, сказал я, рассверепивший в один миг Марине. Да он... Хотела было высказаться Марина, но не успев продолжить, как пожилой мужчина заговорил. Я заберу твою душу, щенок, а тебя я буду варить в котле, пока ты не покраснеешь, как рак, а потом буду вырывать от тебя по маленькому кусочку и смаковать. Прохрепел невнятно дед все той же безумной улыбкой. От злости и непонятной агрессии со стороны деда Марина покраснела, как наливной помидор, а из ушей чуть ли не начал валить пар. Взяв за руку жену, я быстрым шагом начал уводить ее подальше от сумасшедшего деда, не желая дальнейших разборок. Нет, ну ты видел, я сказала хоть одно плохое слово ему, голосила на полдороги в деревню Марина. Нет, промямлил я, а ты почему не поговорил с ним по-мужски, он ведь оскорбил и меня и тебя, не умолкая голосила жена, Марина, держи себя в руках, если на то пошло, ты сама настояла на этой поездке, а если бы не ты, то всего этого не было бы, прикрикнул я, да и вообще, знаешь, что творилось в связи, почему я больше не ездил туда после гибели родителей, нет, конечно, ты не знаешь, после этих слов Марина поменялась в лице, ее злость сменилась на заинтересованность, не обижайся на меня, ты же знаешь, что я как ляпну, ну ты понял, так все же, почему ты не ездил туда, сказала Марина спокойным голосом, говорят, бабушка Лида связалась молодые годы с какой-то ведьмой, та и прислуживать стала, толком ничего не знаю, только слухи, сделав глубокий вдох, продолжил я, поговаривают, после того, как старая ведьма умерла, моя бабка начала стареть словно каждую минуту, а чтобы сохранить свою жизнь, она прокляла моих родителей и забрала их молодость, а тут еще этот дед умалишенный, да ну, Сережа, какие ведьмы, ты о чем, ужастиков, что ли, насмотрелся, ты же сам говорил, что ни в приметы, ни в мистику не веришь, язвительно проговорила Марина, в этот момент в дверь со стороны Марины ударилась огромная черная ворона, чудом не пробившая стекло в пассажирской двери, Марина, вздрогнув от такого совпадения, начала креститься и читать молитву, что, теперь начала верить в мистику, весело проговорил я, вон, посмотри, сколько их летело мимо нас, указал кивком головы, Марина увидела большую стаю ворон, летящих поперек дороги, тьфу, глупая ворона, а я уж и действительно подумала, до пункта назначения оставалось совсем немного, а дальше уже наугад, впереди показался пост ГАИ, естественно, не по счастливой случайности, молодой лейтенант одним взмахом палочки указал остановиться у обочины, подчинившись приказу инспектора, я остановился за его автомобилем, после обычной проверки документов и уточнения с моей стороны, в правильном ли направлении мы держим путь, молодой лейтенант отдал документы и пожелал счастливой дороге, ну вот, а ты говорил, что они все козлы коррумпированные, смотри, какой хороший инспектор попался, сказала с улыбкой на лице Марина, ничего не ответив, я заворачивал в сторону таблички, гласившей, что до деревни вязь осталось 10 километров, проехав больше 20 километров по бездорожью, мы заблудились, а чего еще стоило ожидать от густого леса и постоянных развилок на пути, а я тебе говорила, встань пораньше, а то не успеем до темна, голосила нервно Марина, да тихо ты, вон смотри, кто-то идет в нашу сторону, давай спросим дорогу, в тот момент меня не интересовало, что тут делает эта бабка, одна, зимой, да еще и глубокой ночью, подойдя поближе, бабка увидела наши счастливые лица и промолвила, здрасте, заплутали, молодежь, прошипела старушка беззубым ртом, глаза ее были белее снега, словно зрачки отсутствовали, пристальным взглядом она смотрела в сторону Марины, из рта разила гнилью так сильно, что даже я почувствовал эту зловонию, желудок соответственно отреагировал на такие ароматы, комб левотины стал поперек горла, через неимоверные усилия мне удалось с ними совладать, не представляю, как Марина стоя возле нее не высказала свое недовольство о таком специфичном запахе, через мгновение бабка уже манила Марину своим скрюченным пальцем, Марина словно завороженная двигалась к ней не говоря ни слова, видя эту странную картину я тут же окликнул ее, эй, ты, ты что делаешь? нерешительно я прервал тишину, Марина не обращая на мои слова внимания продолжила идти мелкими шажками к бабке в тот момент когда Марина подошла впритык она нагнулась будто бабка хотела ей что-то сказать на ушко но не решалась нарушать нависшую тишину стоя как вкопанный я не понимал что происходит все мое тело будто парализовало теперь я не мог издать ни единого звука не пошевелить мизинцем ноги или руки единственное что осталось подвластно мне это мои глаза я отчетливо видел как бабка своими потрескавшимися губами что-то нашептывала Марине а она стояла и впитывала каждое слово словно губка не смея перебивать старушку в какой-то момент Марина посмотрела на меня и закрыв собой бабку направилась в мою сторону когда жена подошла ко мне она спросила почему я не поздоровался с этой милой женщиной и что эта бабуля сказала нам ехать по этой дороге никуда не сворачивая тогда мы сможем добраться до нужной нам деревни Марина стоявшая напротив меня была совсем не похожа на ту девушку с которой я общался буквально пару минут назад не знаю почему мне так показалось то ли ее спокойная выдержка зловония из рта старухи то ли ее чуть странноватая улыбка будто она пыталась копировать злодея оно или Джокера на все это я обратил недостаточно внимания а зря ведь после того как Марина отошла в сторону бабки на том месте уже не было она словно испарилась в свете фар автомобиля лишних вопросов я как и всегда не задавал чтобы не обидеть свою жену да и лишний раз ее злить не хотелось просто выполнил команду в машину уселся на водительское место и следовал указаниям моего штурмана прибыли мы в деревню далеко заполночь найдя дом бабушки Лиды в котором горело одно оконце я подошел к нему и тихонько постучался моего действия будто ждали хозяйка дома закопошилась и мигом понеслась в сторону входной двери ее тяжелые шаги раздавались эхом в ночной тишине дверь открыла та самая старушка которую я видел последний раз в детстве сложилось впечатление что возраст был неподвластен над ней к слову ей было больше 80 но выглядела она словно женщина которая вышла только что на пенсию и не успела осознать что теперь пришло время отдыхать и посвящать себя детям внукам и любимым орхидеям растущим возле забора ой а я уж думала вы не доедете смотри внуча как занесло дорогу ты возьми лопатку то бери бери вон она подле скамейки стоит почисти любимой бабке дорожку а мы с твоей красавицей пойдем посплетничаем да чаю попьем понимал в тот момент я только одно то что меня красиво напрягли в 2 часа ночи да еще и в минус 15 чистить дорожку от снега завершив поставленную задачу смокревший и с кислой миной я вошел в дом сережа воскликнула марина представляешь твоя бабушка сказала что я беременна и это девочка что ты серьезно а с чего она это взяла в голове крутились вопросы как такое могло произойти если мне ставили бесплодие да и предохранялись мы всегда да сережа я серьезно воскликнула жена улыбаясь той самой безумной улыбкой понимая что девается уже некуда я согласно кивнул а что уже поделаешь второго шанса возможно уже не будет ну внуча поздравляю тебя скоро будешь папаней малышка растет не по дням а по часам прошамкала старуха откуда вы узнали что марина беременна да еще и то что у нее будет девочка внуча вон смотри какой уже пузо у твоей жены а девочка будет потому что она сама мне сказала что девочку хочет вот я и предположила что ты ко мне со своими вопросами еще пристал идите уже пить чай да спать будем устали наверное с дороги командирским голосом проговорила женщина допив чай под пристальным присмотром мы с мариной пошли спать всю ночь я ворочался и не мог уснуть старый дом постоянно потрескивал то тут то там раздавались непонятные то ли голоса то ли вздохи старой хозяйки дома тень от луны бившей в нашу спальню рисовала страшные силуэты от всего этого напряжения хотелось курить поддавшись своим желаниям я тихо встал с кровати накинул пальто натянул ботинки и как настоящий сельский парень вышел курить в пальто в ботинках и без штанов желание было конечно странное но новое ощущение было интересным докурив сигарету довольный и с холодной пятой точкой я вернулся обратно в кровать обстановка была все такой же напряженной только вздохи старой женщины перешли в тихое шипение она что-то шептала своим беззубым ртом себе под нос разобрать слова было сложно у меня сложилось впечатление что она с кем-то что-то обсуждала и постоянно повторяла одно и то же слово бельфигор я не силен в мифологии но загуглив благо 21 век на дворе я нашел статью что бельфигор это демон соблазняющий людей богатством так вот откуда у нее все ее богатство возгласил я в полголоса в эту же секунду дверь распахнулась в нашу комнату и туда влетела старая ведьма этот момент я плохо помнил так как что-то тяжелое приземлилось мне на голову а дальше только белый шум проснулся я уже рядом со своей женой в сыром подвале я был прикован цепью к огромной трубе Марина лежала на столе руки и ноги ее были свободны в отличии от меня она лежала смирно словно в коме старая ведьма что-то шептала над ее телом и постоянно тыкала указательным пальцем ей в живот беспокойные свечи расставленные в небольшом помещении колыхались все сильнее с каждым словом старухи тени словно сгущались над столом где лежала Марина ну что внуча очухался я уж думала ты не оклемаешься пришлось тебя физическим путем усыпить раз снотворное на тебя не подействовало ты не серчай если что ехидно сказала ведьма я уж думала что ты не приедешь ведь мой хозяин требовал кровную жертву и сам пытался до тебя добраться но ты как был остолопом так и остался а вот твоя женушка падкая на деньги помогла мне вас сюда затащить старуха продолжала водить руками над животом Марины и возносить руки к темному сгустку образовавшимся над ней смотри внуча прямо на твоих глазах благодаря твоей дури беременной я выпущу в этот мир то чего будут бояться то что будет теперь мне служить верой и правдой а ты пойдешь на корм моему хозяину слушая все эти бредни я молча сидел на холодном полу с кляпом во рту в какой-то момент из живота моей возлюбленной начали лезть не тещу пальца они развивались в разные стороны будто желали создать торнадо и поглотить все вокруг но бабка умело контролировала странное существо она будто взращивала его из тела Марины и вот уже жуткое создание стояло напротив меня излучая необъятную темноту я сидел неподвижно не издавал ни единого звука так как все происходящее я будто уже видел видел когда был еще ребенком что было дальше я не помню я не помню как оказался заперт один с бездыханным телом Марины теперь ты знаешь мою историю батарейка на телефоне кончается связь так и не появилась если ты нашел эти записи ты в опасности и тебе нужно бежать отсюда изо всех сил простые правила село старое милютино улица советская дом 24 их там немного жилых меньше десятка осталось найдешь антон протянул документы виктору главное землю на поле выкупить а дом скорее как бонус будет давно дед оттуда хотел уехать да все покупателей найти не мог хорошо сказал виктор и взял бумаги как туда добраться машину от компании я тебе выделить не смогу права получать надо было нахмурился антон но на автобусе за полтора часа доберешься ладно вздохнул виктор могу идти антон кивнул парень вышел из кабинета и отправился домой он работал в небольшой агрономической компании часто заключал договоры о покупке или продаже земли но в командировку за город его отправили в первый раз какой-то дед из села решил перебраться в город и продать свой деревенский домик только покупателей из адекватных людей не было тогда он обратился в компанию где работал виктор дома их не интересовали но у деда было еще кое-что большой участок земли на поле и два огорода неподалеку это и было главной целью виктора утром парень стал в хорошем настроении свежий воздух никогда не повредит а самое главное за удачную сделку на три участка земли и целый дом полагалась хорошая премия и возможно повышение по должности виктор собрался взял с собой все документы планшет небольшую сумму денег на всякий случай и бутерброды так как пока не было известно сколько точно времени он проведет в селе спустя час Витя уже стоял на автовокзале деревня старая милютина была последней в маршруте и путь до нее составлял примерно полтора два часа парень занял место в конце салона включил музыку в наушниках и примерно на середине пути задремал разбудил его громкий хриплый голос водителя вставайте приехали молодой человек открыл глаза и огляделся в салоне он был совсем один не считая водителя милютина сонным голосом спросил виктор собираясь выйти из автобуса семеновка ответил водитель как семеновка Витя моментально пришел в себя моя вроде бы конечная была мы милютина уже проехали водитель повернулся корпусом к виктору тебе в милютина надо было да расстроенно ответил парень какая нелегкая тебя туда понесла удивленно спросил водитель по работе землю покупаю не доехали мы еще до нее 10 километров осталось а чего же вы меня разбудили с облегчением выдохнул Витя дело такое водитель сделал паузу не ездят туда плохое место милютина это колдунья в лесу тащит улыбнулся парень и плюхнулся на сиденье ты пойми меня правильно водитель говорил серьезно с небольшим волнением в голосе оттуда никто не ездит на автобусе людей мало осталось слухи разные ходят раньше село огромное было а потом раз и все оттуда уехали дома бросили осталось два с половиной человека чего это они все оттуда сбежали скептично спросил Витя кто что говорит водитель завел мотор и тронулся с места один мужик на ферме в Семеновке языком чесал что живет в милютина и каждый вечер они там по хатам сидят на улицу не выходят говорит что если выйдет человек то не вернется или вернется но другим каким-то интересно спрошу деда об их образе жизни улыбнулся Виктор вы сможете вечером меня оттуда забрать вечером этого сколько у меня рейс от Семеновки в пол восьмого могу и за тобой заскочить но не позже хорошо я думаю что к этому времени все будет сделано автобус притормозил у поворота дорога была проселочной и вела через лес дальше сам иди прямо по дороге там справа кладбище будет не пугайся днем тебя никто не тронет нечисть ночью просыпается у меня осиновый кол с собой поэтому можете быть спокойны подмигнул водителю Виктор но тот не улыбнулся а лишь покачал головой парень вышел из автобуса тот мгновенно закрыл двери и поспешил убраться отсюда Витя огляделся и пошел по дороге вглубь леса погода была обычной для осени моросил небольшой дождик дул ветер деревья скрипели под своим весом а птицы напевали что-то на своем языке Виктор шел быстрым шагом стараясь не думать серьезно словах водителя по жизни он был скептиком но полностью существование всякой потусторонней силы не отрицал парень посмотрел направо сквозь пожелтевшие листья деревьев виднелись могильные кресты и памятники потрепанные временем вряд ли кто-то будет за ними ухаживать все поразъезжались подумал он и вот вдали показались крыши домов Виктор свернул с дороги на улицу та представляла собой небольшой жилой сектор в котором стояло семь домов первые два стоявшие друг напротив друга рядом с началом улицы были с разбитыми крышами и заросли травой остальные стояли более-менее ухоженные рядом с одним из домов столпилась куча людей Виктор подошел и поздоровался с одним это был пожилой мужчина крепкого телосложения который стоял немного поотдаль от остальной компании здравствуйте я из агрономической конторы парень протянул руку могу я найти Альберта Валерьевича нет больше Альберта Валерьевича сказал мужчина и пожал ведь руку только что схоронили как же расстроился парень у меня дело к нему по поводу продажи участка неужели прямо перед моим приездом почил старик так бывает жизнь называется а вообще на этой неделе должен приехать его сын обратись к нему это хорошо конечно но я ограничен одним днем вздохнул Виктор а скажем так отелей у вас не наблюдается покажи удостоверение сказал мужик Виктор достал документ и продемонстрировал их мужчине я Виктор Князев представитель конторы приятно я Глеб Иванович кивнул мужик у меня есть ключи от дома Альберта поживи там пока его сын не приедет неудобно как-то замелся парень дедушка отъехал на огороде так что не переживай Глеб похлопал Витю по плечу спасибо за предложение я еще подумаю Виктор отошел в сторону и попытался набрать номер Антона своего начальника но связи не было все обдумав и взвесився за и против парень принял решение остаться на ночь дождаться приезда сына Альберта все что нужно для жизни здесь есть сказал Глеб вода электричество газ даже телевизор ловит спасибо улыбнулся Виктор скажите а много тут людей проживает не очень смотри мужчина показал пальцем на двух престарелых женщин сестры Орловы Анфиса и Ольга живут рядом со мной а вон там Глеб кивнул в сторону молодой семьи которая шла в сторону леса Олег с Маринкой и дочка Людочка живут напротив недавно из Семеновки приехали что-то не заладилось у них там с местными а вы где живете кирпичный дом около леса Глеб указал на красивое строение на окраине улицы а это Колька и Анька мужчина посмотрел на пожилую пару улыбнулся и помахал им рукой те помахали в ответ живут рядом с сестрами противные но дружелюбные вот как бывает довольно мило тут все а меня водитель пугал ухмыльнулся Виктор мило мило действительно только небезосновательно он тебя пугал тихо сказал Глеб Виктор вопросительно посмотрел на мужчину значит правда тут плохое место плохое неплохое это не важно Глеб тяжело вздохнул и продолжил запомни простые правила восемь часов время уходить с улицы закрой калитку закрой двери в дом на все замки плотно закрой шторы до 11 вечера ты в безопасности за 10-15 минут до этого времени выключи телевизор радио или другую электрику подготовь место для сна и выключай свет после 11 ты должен лежать в постели в темноте ничего не бойся спи спокойно и жди утра если ходишь во сне привяжи руку к кровати или мокрую тряпку рядом с кроватью положи не дай тебе бог выйти из дому ночью а что будет слегка дрожащим голосом спросил Виктор точно не скажу сам не знаю могу сказать только то что был у нас здесь паренек Серега и звали вышел ночью в туалет а утром мы его там и нашли глаза вырваны а шея настолько изуродована что голова оторвалась когда мы его поднимали холодный пот выступил на лбу Вити мурашки побежали по спине даже если Глеб и врал то делал это он очень убедительно я наверное лучше поеду в городе найду сына Альберта дел твое но бояться тут нечего если из дома не выходить ты не подумай я тебя не пугаю а предупреждаю все-таки это я предложил тебе остаться здесь а если бы с тобой что-нибудь случилось то моя совесть мне покоя не даст Виктор перекусил бутербродами и пошел в сторону остановки на часах была половина восьмого парень вглядывался вдаль дороги в надежде увидеть автобус безрезультатно спустя еще 15 минут терпение Вите лопнуло и он побежал обратно в деревню путь занял у него чуть больше пяти минут парень нашел дом Глеба и сильно несколько раз постучал ему в дверь мужчина открыл улыбнулся и дал Вите ключи дверь захлопнулась быстро Виктор даже не успел ничего сказать он надеялся что Глеб предложит ему переночевать с ним в красивом кирпичном доме стучаться второй раз было как-то неловко поэтому парень поспешил в бывший дом Альберта Валерьевича сразу же по приходу Витя включил во всем доме свет проверил каждый уголок на наличие монстров и окончательно убедившись в том что дом чист закрыл двери вечер тянулся долго телевизор не отвлекал от мрачных мыслей которых в голове у парня было предостаточно часы пробили 11 вечера Виктор лежал в кровати в кромешной тьме лишь песня сверчка на улице заряжала эту гнетущую обстановку осознание пришло не сразу Виктор лежал долго и вслушивался в песню пока до него не дошла вся суть ситуации если я слышу сверчка на улице значит я не закрыл окно промелькнула мысль в голове холодок пробежал с затылка а затем перекинулся на спину к парню пальцы рук задрожали Витя привстал с кровати Рубка поставил ноги на пол и аккуратно крадясь подошел к окну резким движением он закрыл его и повернул ручку теперь он в безопасности парень выдохнул с облегчением и гордо пошел к кровати стук в окно тихий робкий а затем уверенный и озлобленный Виктор замер посреди темной комнаты медленно повернув голову в сторону окна пытаясь хоть что-то разглядеть в непонятном мраке по стеклу повели чем-то острым парень понял это по характерному звуку холод сковал молодого человека он попятился к кровати и неслышно забрался под одеяло обреченность безысходность перед лицом непонятного существа за окном Виктор чувствовал себя маленьким мальчиком который испугался выдуманного чудовища и забрался под одеяло предполагая что оно его защитит только это существо не было выдуманным оно стояло там парень знал это стуки по стеклу не прекращались под одеялом было жарко и холодно одновременно по щекам текли слезы а колени предательски дрожали нужно было пешком идти в соседнюю деревню нужно было уезжать сразу почему я остался крутились мысли в голове парня внезапно стук прекратился Виктор вытащил голову из-под одеяла и не открывая глаза уснул проснулся рано на улице уже рассвело не теряя ни минуты парень оделся поел и побежал к дому Глеба то что он там увидел навсегда врезалось ему в память окровавленная голова Глеба высовывалась из разбитого окна глаз не было вместо них зияли две темные впадины шея была разорвана и насажена на большой осколок бывший некогда нижней частью окна Виктора затошнило он отвернулся и поспешил в дом напротив к молодой семье рассказать что случилось дверь открыл Олег отец семейства он впустил парня в дом напоил чаем и выслушал сказал что вызовет полицию когда доберется до работы работал он на ферме в Семеновке ездил туда каждое утро с коллегой который забирал его на повороте Олег вышел из дома наверное пошел посмотреть на Глеба подумал Виктор из спальни вышла Марина которая только что проснулась Витя сел за стол и рассказал ей о случившемся оно знает что ты его боишься и скорее всего оно тебя учуяло вот что непонятно почему оно пошло к Глебу спросила она откуда я знаю может он как и я забыл закрыть окно Глеб не мог забыть он сам нас учил бороться с этим она задумалась а что если он спас тебя от этого ты знаешь что это нет но Олег рассказывал что видел как ночью оно разбило лампочку на столбе и что рассказывал Виктор оперся подбородком на кулак и наклонился в сторону Марины высокая говорит ноги и руки тонкие а туловище горбатые головы не видел да и неизвестно есть ли она вообще Виктор поморщился а куда Олег пропал парень оглянулся по сторонам на работу поехал в Семеновку ответила Марина господи Виктор с отчаянием посмотрел в сторону выхода я же мог уехать с ним да иди пешком тут не очень далеко пешком удивленно переспросил парень после того что было сегодня ночью я даже близко к лесу не приближусь Виктор поблагодарил Марину за завтрак и беседу а сам пошел обратно в дом на окне в комнату где он спал были царапины довольно глубокие один даже слабый удар по стеклу с легкостью бы разбил его в дребезге на улицу приехала карета скорой помощи два крепких санитара упаковали бездыханное изуродованное тело Глеба в непрозрачный черный мешок и погрузили в машину но Витя заметил одну очень странную вещь никаких вопросов со стороны медработников не было будто бы для них это обычное дело забирать столь ужасные человеческие трупы из этой деревни более того в течение дня ни одна машина полиции не подъезжала к дому Глеба и ни один доблестный служитель закона не опрашивал местных жителей Витя пытался договориться с санитарами чтобы они вывезли его из деревни на что получил категорическое нет не положено и даже предложенные им деньги не решили проблемы тело увезли гнетущее чувство безысходности напало на парня он искренне не понимал почему же сельчане ничего не предпринимают но стоило ему лишь заговорить об этом с ними как те сразу же переводили тему и старались избавиться от назойливого юнца день прошел быстро Витя опасаясь каждого шороха и подозрительно поглядывая в сторону леса прогулялся по огороду поговорил с сестрами орловыми а вечером решил зайти к Марине с ней он просидел приличное количество времени и не заметил как часы пробили девять вечера пойду я наверное сказал Витя время где же Олег Марина нервничала точно у Борьки день рождения он пьяный приедет ой а как же он домой то попадет не переживайте может они его к дому подвезут пытался успокоить девушку Витя не бросай нас здесь одних прошу тебя Марина схватила парня за руку спустя несколько минут уговоров он согласился они долго сидели пили чай и беседовали Виктор то и дело старался разузнать о таинственной причине постоянного пребывания людей в этой проклятой деревне но только лишь заслышав подробные вопросы Марина резко обрывала парня и умоляла закончить этот разговор вас люди мрут как мухи возмутился он а вы сидите сложа руки мы тут сами две недели живем я ничего не знаю нам Глеб сказал что все исправит тихо сказала она но Виктор покачал головой сейчас Глеб не самый надежный помощник они с Олегом что-то затевали разоткровенничалась она должны были что-то сделать что именно но девушка не ответила вновь оборвала парня и сменила тему разговора раздосадованный Виктор хмуро поглядывал на собеседницу но сделать ничего увы не мог прошло около двух часов к дому подъехала машина и из нее качаясь от приличного количества выпитого алкоголя вышел Олег он стоял засунув голову в окошко и о чем-то говорил с водителем да зайди ты уже домой ирод плакала Марина Олег Виктор крикнул в форточку заходи домой машина уехала Олег медленно поплелся к дому и вдруг нечто быстрое и высокое побежало за ним он оглянулся попятился и спиной продолжил путь к дому Марина плакала а Витя стоял у двери и ждал момента когда Олег подойдет чтобы чтобы быстро впустить его в дом Олег был около калитки когда тварь подбежала к нему он закричал и рванул к дому тварь схватила его длинной тонкой рукой за шею и поднесла к своему лицу свет в прихожей нарушая все правила горел и Виктор смог рассмотреть ее лицо глаза не выделялись на фоне остальной кожи они были такими же по цвету единственное что выдавало глаза маленькие черные точки носа не было рот был огромный когда он впивался зубами в шею Олега было видно что у него четыре огромных клыка а остальные зубы тонкие и острые как цыганские швейные иголки Витя быстро проверил закрыты ли двери в доме и выключил свет ночью никто не спал у Люды дочки Марины поднялась температура малышка плакала и не могла уснуть лекарств не было обычно за помощью обращались к сестрам Орловым но путь к ним был перекрыт тварью Марина тоже плакала Виктор несколько раз прислушивался через узкую щель форточки тварь стояла прямо перед дверью дома и ждала благо на окнах дома предусмотрительно были установлены решетки плач Люды прекратился Виктор выдохнул и почти сразу же нервно задрожал Марина закричала Люда не дышала ночь тянулась долго никто не спал на утро стало ясно что Люда захлебнулась собственной кровью что-то лопнуло внутри и вызвало кровотечение в пищеводе Марина так и не уснула в ту ночь утром Витя вернулся к своему временному дому чтобы собрать оставшиеся вещи и наконец покинуть это место к повороту подъехала машина чтобы как обычно забрать Олега только встретили ее местные жители которые к огромному удивлению решили убраться отсюда в два рейса водитель перевез всех в Семеновку где Виктор сел на обычный автобус и уехал обратно в город начальство было недовольно таким результатом поэтому Виктору все же пришлось еще раз съездить в Милютино только теперь вместе с сыном Альберто Дмитрием и еще парой человек на служебном автомобиле они преодолели путь в два раза быстрее поэтому не задержались земля была продана и Виктор наконец получил свою премию а спустя пару дней он нашел в интернете новость о том что в деревне Семеновка были найдены два трупа с изуродованной шеей парень вздрогнул неужели оно закончилось одним селом и принялось за другое подумал он Кладбищки хотя деревня называлась Вершки но ее давно уже знали под неофициальным названием Кладбищки в свое время тут проходили бои ожесточеннейшие и так получилось что кладбище и вправду окружали деревню полукругом и мертвых тут было очень много поговаривали что местные с мертвецами на короткой ноге разне уехали из этого места и люди в вершках кладбищках были месту под стать хмурые неулыбчивые даже при переезде в город бывшие жители деревни оставались мрачными смурными впрочем Василия Рокова это не смущало водила часто проезжал по дороге из одного города в другой и на ночь останавливался в деревне где нашел пожилую женщину которая дешево принимала на постой кормила позволяла попариться в бане вот сейчас как раз передавал он великие знания напарнику Петру веселому юркому парню лет 20 только пришедшему на фирму сам Роков уже готовился уйти на пенсию вот и передавал знания познакомлю тебя с маней у нее и остановимся готовит хорошо а сама то как маланья то приличная вдова сейчас ей лет 60 понятно а молодежь хоть есть селе этом может и есть мне не досуг было разглядывать с утра уже опять за баранку а ты все об одном думаешь да о чем же еще думать Петр встряхнул лезший в глаза челкой черный прям как у цыгана хотя к этому народу он не имел никакого отношения вот и глаза синие синие и сейчас в их взгляде сквозило любопытство а как насчет ну ты знаешь рассказов мертвецы по ночам не беспокоили нет серьезно ответил Василий если соблюдать правила то не беспокоят правила да всего четыре не перебивай местных когда какую-то историю тебе рассказывают а сам о кладбище не спрашивай мертвецы любят слушать и не любят когда о них выпытывают явятся в твой сон и навсегда ты во сне останешься блуждать в кошмаре не ешь и не пей ничего ни со стола ни с куста если не предложат или только после просьбы вообще не трогай даже если покажется что еда пропадает на столе только свою привезенную брать можешь без спроса многое там для мертвых предназначено съешь сгинешь изнутри ну и последнее ночью за ворота не ногой можешь встретиться с мертвецом и рассудок потерять Петр внимательно смотрел на Василия а потом сказал вот ты сейчас серьезно что ли во все это веришь правда верю не верю серьезно не серьезно пожал плечами Василий но мне сказали соблюдать эти условия я соблюдал всегда не такие это условия чтоб прям на стенку лезть и не та ситуация чтобы с пеной у рта что-то там доказывать и что не нарушал ни разу спросил Петр нет не помню такого Петр фыркнул но промолчал Маланья бодрая еще старушка и вправду приняла их радушно Василий с Петром поели спать улеглись пока стучали ложками давилками Маланья с явным удовольствием рассказала Петру пару местных легенд все о мертвецах оживших Василий судя по всему легенды эти слышал не раз но молчал не перебивал уважил Маланью которая нашла новые уши ночью Петр проснулся хотелось курить помятуя о неприязни хозяйки к дыму вышел во двор дымил рассматривал окружающее над двориком была ажурная арка вся заплетенная виноградом крупные кисти налили соком и аромат шел одурманящий хозяйка виноград зажала подумал Петр глядя на такие соблазнительные ягоды прямо на расстоянии вытянутой руки продает она его что ли подойдя Петр рассматривал кисть в лунном свете ягоды темные блестящие упругие так и просились в рот Петр решив что от одной кисти убытка не будет протянул руку и в калитку кто-то сильно заторабанил такое впечатление что здоровый мужик бил даже не кулаками а ногами в полную силу Петр даже подскочил от неожиданности стук повторился кому нужно в три часа ночи в деревне Петр оглянулся на дом тот спал все окна были темны стук повторился а потом затих парню стало страшно он вспомнил что говорила Маланья тут калитки никто не закрывает на замок неприятно Петр еще удивился тогда но Маланья упорно заявляла что здесь бояться воров нечего Петр тогда хотел еще пошутить сказать мол неужели мертвецы вас защищают но встретившись взглядом с василием не стал Петр пятясь отходил к двери звук не повторялся парень прислушался ничего тихо только ночь и легкий ветерок даже собак не слышно Петр решил просто пойти дальше досыпать осторожно вошел в дом прислушиваясь вновь ни звука неужели рассказы Маланьи так подействовали Петр почувствовал что вспотел даже и ужасно захотелось пить но воду в бутылках они оставили в машине а до нее нужно было еще идти через двор нет Петр никогда не признался бы себе что боится хотя боялся на самом деле парень уже положил руку на ручку двери но не решился открыть поежился словно от холода хотя ночь была на удивление теплой потом плюнул да что это я мертвецы какие-то чушь собачья пройдя в кухню увидел стоящую на столе бутылку минералки он помнил что сужено оставалось мертвецы да прошептал он в злости то ли на себя за трусость то ли на все вокруг а потом налил стакан теплой пузырящейся жидкости и выпил теплая газировка не самый приятный напиток но хоть в горле жить перестало и разумеется ничего не случилось небеса не разверзлись и не покарали Петра прямо на месте потому парень спокойно пошел спать нормально все было и утром и когда они отправились лишь только по возвращении домой у Петра скрутило живот да так что хоть волком вой конечно он и не подумал связать это с поездкой боль не прошла ни утром ни вечером следующего дня делать что-то было невозможно и стало ясно без врача не обойтись следующие дни прошли в беспокойных походах в больницу анализах попытках отказаться от госпитализации разговорах с врачами которые лишь руками разводили а боль не проходила не подчиняясь никаким обезболивающим одной ночью она стала настолько сильна что Петр еле доковылял до телефона вызвал скорую но когда раздался звонок в дверь за дверью стоял Василий ты я жду пробормотал Петр Василь только головой покачал и вдруг с неожиданной силой сгреб Петра как котенка и почти понес вниз в машину усадил на переднее сидение сам сел за баранку куда едем почти равнодушно спросил Петр послушай внимательно повторять не буду начал Василий я не могу слушать внимательно как и невнимательно лишь боль чувствую сейчас станет полегче на время чтобы послушал Петр ухмыльнулся но боль действительно затихла притаилась словно зверек ворчала ворочалась показывая что готова в любой момент цепиться опять Василий кивнул и заговорил быстро но четко мертвецы после смерти уйти могут а могут и остаться помогать живущим могут остаться потому что дорогу не нашли поскольку но это все не важно важно другое дорога у вешек для мертвецов всегда была уходи не хочу а они и не хотели только тут ведь какое дело если дорога открыта и ничего не держит один может остаться два три но не десятки же но в вершках остались и для того чтобы на дорогу туда не тянуло их магнитом им нужен хоть один путник который будет путешествовать между городами где вешки посередке вешки заезжая постоянно туда и обратно туда и обратно закольцовывая тем самым дорогу дороги магию свою имеют и это помогает мертвым оставаться здесь а живым пользоваться их помощью потому и двери не закрывают и не более никто ни скотина ни люди даже заболевшие родственники приезжают петра верил и не верил но более впервые за долгое время не было и он счел это хорошим знаком так ты меня привез в деревню не просто так сдать смену как говорится так мне уже на пенсию пора вон и сын с невесткой зовут нас с женой на югах морю дом там у них ладно положим посчитаем только на минутку что я тебе поверил но при чем здесь ты нарушил правила подглядывал а еще и болеешь ты за меня фыркнул василий мне твое состояние все сказала я вызвал скорую хорошо что я до нее приехал а то в больнице ты бы вообще загнулся я же сказал сгинешь заживо на что хоть покусился то небось на виноград бабкин просто глоток минералки петру вновь стало как-то зло и мерзко ну бывает все еще исправить можно как это колдуну меня завезешь нет вершках колдунов и куда увидишь больше василий ничего не говорил а петр и не спрашивал так в молчании и доехали они до деревни там василию пришлось помогать один из местных крепкий мужик петр даже лица не запомнил все расплывалось отвернувшейся боли вместе с василием они потащили петра куда-то следующий раз он вынырнул из боли и из почти бессознательного состояния на кладбище его просто привалили к одной из оградок эй вы чего сиди тут сказал василий если жить хочешь сиди тут всю ночь ночью мертвяки придут будут говорить с тобой слушай спрашивать честно отвечай показывать что не смей отворачиваться не смей спорить не пытайся бежать утром сможешь идти на все четыре стороны или даже попросить чего начало было петр боль накатывала волнами страха почему-то не было вообще хотя кладбищ петр обычно опасался не потому что в мертвецов верил а по какому-то доставшемуся от предков чувство дискомфорта рядом с покинувшими этот мир уйдешь считай все конец тебе сказал нравоучительно мужик рядом с василием теперь петр мог его рассмотреть высокий и плечистый косматый что домовой настоящий или леший сиди одну ошибку ты уже совершил теперь тебя проверять будут не просто это но если справишься молодец отвоюешь и жизнь свою и может много больше сказал василий и они вместе с мужиком развернулись стали уходить а я петр пытался стать но не смог и упал на землю едва не пропоров себе бедро острым наконечником оградки то есть я смогу уйти василий остановился и сказал ты можешь попробовать никто тебя не держит физически и поверь лучше бы держали потому что стоит тебе ступить одной ногой на землю за кладбищем и никто не позавидует твоей судьбе после этого василий вновь обернулся и на этот раз оба мужчины ушли ну и пусть сказал петр вот просижу здесь до самого утра и все может в мозгах что-то сдвинется по крайней мере домой меня отвезет сам садиться за руль петр сейчас вряд ли решился бы боль тем временем вновь отступила и это принесло такое облегчение что петр тихо рассмеялся он уже и не видел ничего страшного в том чтобы просидеть тут до рассвета земля на удивление теплой была может и уснуть удастся из-за боли он давно уже не спал как следует утром эти дурачки сами увидят что за идиотизм они тут устроили а то наверное час опять его сюда потащат если сбежать надумает петр устроился поудобнее и стал рассматривать небо усеянное звездами в детстве он любил астрономию и решил почему бы сейчас не вспомнить все же занятие на ночь он нашел уже пять созвездий когда позади послышался треск дерева резко развернувшись петр ничего не увидел вздохнул и сел вновь прислонившись к ограде ну и что он ожидал увидеть мертвеца поднимающегося из могилы бред может все же попробовать поспать боль как раз отступила окончательно петр устроился поудобнее но уснуть не смог потому что они появились мертвецы не вылазили ломая могилы разгребая землю они просто появились и теперь стояли и смотрели на петра сложно было сказать чем ни у одного уже не было глаз только черные провалы некоторые мертвецы видать были совсем старыми скелеты с остатками плоти другие помоложе и выглядели гораздо страшнее чем скелеты петру показалось что через некоторых мертвецов видно кладбище значит это призраки тогда и опасаться нечего в нос шибанул сильный запах но на удивление пахло не чем-то неприятным а мясом жареный на углях шашлык сочетание вкусного запаха и мерзкого вида сгнившей плоти окончательно помутило рассудок голова закружилась петр всегда думал что он будет делать попав в фильм ужасов теперь он получил ответ ничего сил не хватит на то чтобы просто пошевелиться или закричать впрочем петр попытался встать и тут же сильные вовсе не прозрачные кисти рук возможно просто были руки скелета прижали его плечи так что попытка встать похоже была равна поломанным костям петр остался сидеть смотри голос простой мужской голос не очень сильный и совсем негромкий прозвучал кажется в сознании а не в реальности ведь им же говорить нечем догадался петр вовремя и главное нужная в данной ситуации мысль пришла ничего не скажешь а потом петру уже было не до размышлений об особенностях речи живых мертвецов потому что он окунулся в свои видения которые не хотел бы вспоминать никогда в жизни в детстве часто петру снился сон во сне он бродил по лабиринту из коридоров и комнат очень успешно потому что точно знал он идет правильно и приближается к концу лабиринта последней комнате но это вовсе не радовало его так как опять же он точно знал что в конце скрывается нечто настолько ужасное что его сердце не выдержит этого ужаса чем больше он бродил тем ближе были цели тем страшнее становилось но при этом он не мог повернуть назад просто шел как загипнотизированный и вот он уже стоит перед большой деревянной дверью с вырезанным глазком вверху и тянется рукой к ручке пока сердце замирает от дикого животного ужаса на этом сон заканчивался всегда и тогда мальчик петя просыпался в холодном поту подобные кошмары продолжались лет до десяти а потом пропали и сейчас кошмар вернулся он вновь бродил по бесконечному лабиринту и вновь было все как в кошмаре и вновь он стоял перед дверью с глазом и открывал его только он точно знал на этот раз дверь он откроет и войдет внутрь прежний ужас вернулся вновь но петр все же передвигал ногами идя вперед он открыл дверь и вошел в комнату сердцем готово было лопнуть от усердия так сильно билось а сам петр чуть не упал в обморок от безумного ужаса нифига ничего не было в этой комнате просто совсем пустая комната с голыми стенами может ужас который здесь стоился предназначался для мальчика пети петр очнулся вновь на кладбище привалившись к оградке пытаясь отдышаться мертвецы молча стояли рядом петру удалось даже встать и сделать несколько нетвердых шагов по направлению к выходу никто его не удерживал но петр вспомнил предупреждение василия теперь он уже не был таким неверующим как раньше он прошел еще пару десятков шагов выход с кладбища был совсем близко по сути притащили его почти к выходу петр сел вновь на свое место у оградки и сказал посмотрев на мертвецов и что дальше хотел выматериться но не стал снова чуть не вскочил не ожидая что совсем рядом с его головой окажется голова какой-то бабки с остатками кожи на лице висящей лохмотьями бабка что-то шамкала пытаясь сказать но ничего не получалось петра немного передернуло все же и что тебе-то надо почти простонал он потом неожиданно для себя прибавил бабушка почему-то петр заставил себя смотреть именно в черные провалы глазниц хотя это и было нелегко и вновь погрузился в память на этот раз погружение было плавным и словно в замедленной съемке как и тогда когда он в 12 лет провалился под лед пруда никого совсем никого не было рядом тогда его спасли хотя сам Петр этого не помнил а вот сейчас он не терял сознание достаточно долго и вполне почувствовал и холод и то незабываемое чувство когда легкие заполняются водой и вновь вынырнул у знакомой оградки весь мокрый то ли вспотел то ли действительно как-то протащил с собой воду из мыслей отдышался и спросил с улыбкой дальше что получилось даже весело хотя внутри все сжималось от ужаса после второго видения он испугался потому что видения хоть и нереальны просто заставят остановиться его сердце психоматика и все такое Петр примеривался уже может удастся добежать до деревни там на машину и деру но он даже не представлял где Василий оставил машину к тому же Петр вспомнил боль если до него добрались в городе то какой смысл куда-то уезжать а еще его удивило что он действительно не сошел с ума от страха и не ломанулся к выходу как безумный ведь особо смелым Петр себя никогда не считал взглянул на совершенно черное небо да похоже до рассвета еще далеко Василий залпом выпил еще одну рюмку крепчайшего самогона дед Антон варил его на славу и скривился он конечно не смог бы услышать треска костей но ему казалось что этот звук льется в уши заглушая все остальные Василий был уверен что именно этот звук сейчас на кладбище те трое кого привозил Василий до этого все как на подбор были серьезными мужиками Петр им не чета одного из этих серьезных мужиков разодрали прямо на глазах у Василия прождал почти до рассвета Василий уже пришел к кладбищу чтобы встретить его но увидел как тот бежит не оглядываясь а за ним мертвецы что теперь передвигались на удивление ладно и быстро Василий закричал остановить но куда там напарник не слышал его Василий видел никак не мог отвернуться когда мертвецы настигли беднягу и начали разрывать методично словно роботы отрывали кусок за куском не обращая внимания на крики после этого случая Василий не стремился больше никого встречать с рассветом вот и в этот раз парень не справится зачем он его вообще привез ведь не собирался словно кто-то за язык потянул и под руку словно кто-то за язык потянул и под руку толкнул нет все хватит ты полегче ухмыльнулся Антон не такое уж и дело чтобы не такое дело когда парня разорвали из-за меня а ты не думай ответил Антон а парень сам виноват обо всем предупредили разве нет да ты не бойся забудут об его существовании как и предыдущих трех кто в такое поверит василий выпил еще и встал хлопнув рукой по столу все не буду я больше ездить через деревню баста хватит с вас не найду я вам больше гонца сами живите ты спокойнее то а вновь хмыкнул дед али не помнишь как жену свою к нам возил как у нее потом чудесным образом растасалась и опухоль и метастазы все мертвецы наши и дома хранят и здоровье и долголетие только пока контракт сохраняется да и предупреждали они твоего он им вроде даже понравился поначалу разве я не сполна расплатился четырьмя трупами а разве им трупы нужны им нужен тот кто по-прежнему будет дороги соединять из двух городов чтобы мы посередке да почему же это один из вас сделать не может а потому что он житель а не путник дубина ты столеросовая а в общем так ты сейчас выпей отдохни завтра поедешь заодно пересмотришь свои слова найдешь замену себе путника и можешь быть свободен просто поискать нужно получше тебя же нашли это меня василий только сейчас осознал что и терентич тот кто первый рассказал ему что удобно останавливаться по пути в вершках ночевать тоже мог и не сразу только потом после пары раз как ночевали они в вершках по пути рассказал терентич почему на самом деле ему василий понадобился василий посмеялся тогда но за все время много чего наблюдал и последняя жена поздно рак определили врачи разводили лишь руками а мертвецы вершков помогли дай подумать ну да вроде двух до тебя привозил оба они сдержались глупенькие были ты иди иди поспи утро вечера если не мудренее так минимум разумнее василий промычал что-то но алкоголь обычно так быстро его не берущий сейчас почти полностью обволок сознание и василий даже не думая ему сопротивляться пошел спать а утром он увидел сидящим за столом петра уминающего яичницу как ни в чем не бывало василий какое-то время смотрел на него веря и не веря своим глазам петр помятый грязный но живой а парень посмотрел на него улыбнулся и сказал наконец а я уж думал без тебя ехать сам бы потом на автобусе добирался поехали а мне домой надо очень спасибо